Я попыталась сделать для вас задачу на составление кэшфлоу, которое содержит в себе все возможные узкие, тонкие, сложные моменты, связанные с составлением кэшфлоу стейтмента. Как правило, когда вас просят составить кэшфлоу, вам дают баланс или statement of financial position за два года, на начало года и на конец года, вам дают income statement за текущий год и иногда, в последнее время чаще, вы получаете statement of change in equity, то, как менялся ваш капитал. И если вы совсем не безучий, то вы получите еще несколько пунктов с дополнительной информацией, которые вы должны учесть при составлении кэшфлоу и правильно интерпретировать все то, что здесь написано. Вот та задача, которую я придумала, по сути, сама, это компиляция экзаменов 2016 и 2017 годов. В 2016 и 2017 году в прошлом, позапрошлом кэшфлоу был достаточно сложный, но, тем не менее, дуйбл. Давайте посмотрим, что здесь у нас есть. У нас с вами есть в составе активов, во-первых, tangible и intangible assets. Не забываем, что у нас бывают нематериальные активы. Что с ним происходит, будет описано в дополнительном пункте, и вы, в принципе, должны понимать, что это такое. Здесь у нас также есть investments, про которые сказано, что они присоединяются к категории cash equivalents, то есть мы их будем считать не как отдельный актив, а как часть кэша, которым мы владеем. У нас здесь есть overdraft в балансе, который тоже часть кэша, то есть чтобы посчитать весь кэш, нам нужно взять investments, cash in bank и overdraft, вот эти три строки. Здесь у нас есть с вами еще preference shares, которые лежат не в equity, а в non-current liabilities, потому что мы помним с вами, что preferred stock, он больше похож на долг, чем на equity. И это вот те узкие моменты как раз, которые вам нужно увидеть именно в самой отчетности. Мы еще даже не переходили к заметкам. В инкопстратент, в общем-то, все достаточно просто, никаких специальных строчек у нас здесь нет, которые мы как-то по-особому должны интерпретировать. Кроме как, у вас есть finance cost, и в скобочках вы видите слово net, это наводит нас на мысль, что здесь не все так просто. И у нас operating profit, который должен быть profit, мы привыкли к тому, что мы начинаем с положительного числа, а здесь у нас loss. У нас operating loss, с которым мы будем начинать ставление PBIT со знаком минус. Это достаточно необычная ситуация, нестандартная, но вы не должны ее пугаться. И statement of change in equity. В statement of change in equity нам сразу будет интересно, что у нас с выпуском акций, что у нас с regulation резервом, который будет влиять на увеличение tangible assets, но это увеличение, которое проходит через equity секцию баланса, а не через уменьшение кэша. И здесь у нас есть дивиденды, которые выплачены. Это как раз то, что будет влиять на наш кэшфлоу, движение по кэшу. Дальше мы видим несколько замечательных совершенно пунктов, в которых описана ситуация с fixed assets, intangible assets, процентами по долгу и прочие уже не такие важные тонкие моменты. По ним мы сейчас пройдемся дополнительно. На самой последней странице я уже составила так называемую рыбу или template statement of cash flow. Как выглядит statement of cash flow? Во-первых, он состоит из трех частей. Это cash flow from operating activities, где вы учтете сначала все adjustments на non-cash income and expenses. Здесь дан полный список того, что у вас здесь может появиться. Это depreciation и amortization. Это impairment of intangible assets, потеря стоимости нематериальных активов, например, good bill. Об этом вы прочитаете дополнительно в учебничке. Хотя стадигайд говорит, что intangible assets is beyond the scope of principles of accounting subject. Но, тем не менее, такие слова, как impairment, intangible assets, amortization of intangible assets, они встречаются в задачах, которые должны в общем виде понимать, о чем идет речь. Здесь также в adjustments for non-cash income and expense может встретиться profit или loss on disposal of fixed assets. У вас может быть здесь profit или loss на disposal of intangible assets, я их означаю как IA, и changes in provision and draft flow debt. Я не могу придумать, что здесь может быть еще. Это настолько полный список, как правило, у вас в задачах лондонских. Здесь бывает 2 или 3 строчки максимум. Вот у нас в течение нашего решения будет здесь 6 чисел, которые будут adjust operating loss на non-cash items. И это суперполный список. Если вы научитесь как-то справляться с этим, то вы точно решите любую йольскую задачу. После того, как мы сделали эти поправки, нам нужно поправить working capital. Working capital – это наш оборотный капитал, который состоит из стока, дебиторки и кредиторки. И их изменения, дельта за период, будут влиять на наш кэш. В общем-то, это достаточно просто. Если нам не сказано ничего иного, то мы просто берем разницу в инвентаре, дельта, начало, конец, и говорим о том, что если сток у нас увеличился, то кэша стало меньше. Что логично, мы купили сток, и теперь у нас нет денег, но есть сток. Если же у нас запас товаров, наоборот, уменьшились, то у нас кэш увеличился. Что логично, мы больше не тратим деньги на покупку стока и не храним очень много стока. Это если все просто. Если же все-таки есть какие-то дополнительные комментарии, а у нас они есть, нам нужно их тоже учесть и вот эту просто, казалось бы, считаемую дельта ресивблс, дельту пэйблс посчитать уже с учетом, вот как здесь, например, написано, с учетом interest charge, который включен в сумму пэйблс, и пэйблс for fixed assets purchased. Это дополнительная информация сейчас будет. После того, как мы все это сделали, нам нужно рассчитать, какой же был у нас interest уплаченный за период. Здесь у меня даже формулка осталась. Taxation уплаченный за период. Формула достаточно простая. Мы с вами ее не раз обсуждали. И когда мы все это сделаем, мы получим с вами net cash from operating activities. Вот здесь он у нас будет записан. Вторая часть cash flow statement – это cash from investing activities. То, что мы тратим на покупку non-current assets и то, что мы выручаем с продажи non-current assets. То есть у нас здесь будет покупка фиксов, покупка нематериальных активов, продажа фиксов, продажа нематериальных активов. И так как у нас есть какие-то investments, будет полученный процент. Потому что investing activity в самом названии этой секции мы видим слово однокоренное со словом investment, инвестиции. И, соответственно, весь инвестиционный доход, который случается в течение периода и получается кэшом, он должен появиться здесь. Ну и последняя часть нашего cash flow statement – это cash from financing activity. То, откуда мы берем деньги на то, чтобы финансировать наш бизнес. Это выпуск акций, это выпуск долговых бумаг, в том числе и preference shares, которые к ним, в общем-то, относятся. Это выплата долга или, наоборот, дополнительный borrowing bank. Когда мы все это сделаем, у нас появится с вами три тотала. Три тотала – это total cash from operating activity, это total cash from investing activity и это total cash from financing activity. Эти три тотала, будучи сложенными, дадут нам net increase in cash and cash equivalents. Я специально это крашу одним цветом, чтобы мы понимали, куда мы это запишем. Если мы все сделали идеально верно, то net increase или decrease in cash and cash equivalents будет равен разнице между вот этими двумя значениями. Это opening cash и closing cash. Я обозначаю кэш значком доллара, потому что я так привыкла. Не знаю, что мы здесь используем доллар. У нас везде валюты указаны как миллионы паундов, но для цели сокращения я так делаю. Я надеюсь, вас это не будет смущать. Собственно, мы можем начать решать. Спасибо. Спасибо. Спасибо.